добрый день мои дорогие друзья сегодня хочу предложить вам очень интересный праздничный торт перу который я назвала таким названием как снежность потому что он очень похож на зиму и на снег этот рецепт не мой личный идею этого торта я увидела на зарубежных каналах и как говорится влюбилась в него с первого взгляда начинаем готовить для приготовления этого пирога торта нам нужно подготовить тесто бриошь это французское тесто очень популярное и всеми любимое сдобное тесто это тесто готовится продолжительное время но вы не переживайте ваше личное время будет затрачено минимальное просто здесь сам процесс ожидания очень длительный сейчас сухие ингредиенты я пересыпаю в чашу миксера хорошо перемешиваю их затем добавляю жидкие ингредиенты молоко и яйца и также две столовые ложки растительного масла и замешиваю тесто когда тесто будет почти готово добавляем кусочками мягкое сливочное масло тесто готово сейчас его перекладываем в пакет и отправляем в холодильник на 12-24 часа для приготовления этого пирога торта мне нужна форма 28 сантиметров смажьте ее специальной смазкой для формы или же растительным маслом или сливочным и посыпьте хорошо мукой раскатаем тесто толщиной приблизительно 1 сантиметр тесто для этого пирога бриошь мне нужно 600 грамм для этой формы распределяем тесто равномерно и прокалываем его вилкой накрываем пленкой и отправляем в духовку с ключной лампочкой тесто должно увеличиться в два два с половиной раза сейчас приготовим штрейзельное тесто для декорации масло сахар и муку перемешиваем миксером или вручную и распределяем тесто между двумя листами пекарской бумаги раскатайте скалкой до толщины приблизительно 7-8 миллиметров и отправляем морозильную камеру сейчас приготовим заварную основу для крема желатин заливаем водой охлажденной и отставляем в сторону молоко ставим на плиту и доводим до кипения в чаши для перемешивания смешиваем сахар крахмал и соль перемешиваем и добавляем яйца горячее закипевшее молоко мы вливаем в яичную смесь тонкой стройкой и переливаем обратно сотейник ставим на плиту и завариваем смесь как только смесь заварилась добавляем набухший желатин и и отставляем сотейник в сторону до полного охлаждения замороженное штрейзельное тесто разрезаем небольшими кусочками примерно 7 на 7 или 8 на 8 миллиметров и выкладываем сверху на тесто которое у нас подошло в форме тесто для пирога и отправляем в разогретую духовку пирог готов мы оставляем его в форме минут на пять-десять и перекладываем на решетку подготовим пропитку для торта нам нужна цедра апельсина и сок половины апельсина выживаем чистую воду добавляем сюда сахар и чайную ложку ликера перемешиваем в остывший заварной крем добавляем ванилин и взбиваем его частями добавляем маскарпоне и взбиваем до готовности чтобы крем был такой мягкий и пышный крем готов вот такой он по консистенции получился и убираем его в холодильник остывший пирог разрезаем вдоль пополам верхнюю часть разрезаем на 8 частей как пицца и переворачиваем дольки хорошо пропитываем подготовленной пропиткой она очень ароматная запах апельсина и также пропитываем основу вся пропитка должна у вас обязательно уйти чтобы пирог получился очень влажный в крем я добавляю сейчас апельсиновый ароматизатор можете не добавлять перемешиваем и крем перекладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой отсаживаем крем на нижнюю часть пирога заполняем полностью весь корж сверху выкладываем верхнюю часть которую мы разрезали секторами пирог готов осталось посыпать немного сахарной пудрой и можно подавать к столу пирог очень вкусный нежный воздушный мягкий с ароматным кремом обязательно попробуйте приготовить этот пирог он требует значительно много времени но результат вас порадует процесс приготовления теста брюш занимает продолжительное время поэтому я готовлю всегда больше теста чем мне нужно для рецепта в общей сложности у меня тесто получился один килограмм и пятьсот грамм для приготовления этого пирога я израсходовала 600 грамм теста остальное тесто я использовала для приготовления плетенок поздравляю всех подписчиков и гостей моего канала с наступающим новым годом и рождеством я желаю вам быть счастливыми не только новогоднюю ночь но и всегда